Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Красотой и изысканным стилем Ирины Понаровской восхищались миллионы. Она, мама прекрасного сына и известная певица. Однако о том, что у Понаровской была еще и приемная дочь, от которой сейчас певица пытается открещиваться, заявляя, что та для нее совершенно посторонний человек, знают немногие. После одного из концертов к известной певице подошла какая-то молодая женщина, на руках у которой был маленький ребенок. Она предложила артистке стать мамой для этой девочки. Такое предложение очень сильно удивило артистку, но она, сомневаясь в собственной способности иметь детей, решилась на такой шаг. К тому же артистка, глядя на девочку, которая выглядела довольно болезненно, понимала, что если она не согласится на адресованное ей предложение, то ребенок попросту погибнет. В то время, когда Ирина Понаровская приютила девочку, она уже была замужем за Вейландом Роддом. Так случилось, что мужчина сначала принял нового ребенка, но когда артистка сообщила ему о том, что она готовится стать матерью, он потребовал сдать девочку в детдом. Не долго думая, певица согласилась. На тот момент малышке было всего 4 года. Через несколько лет после появления единственного сына на свет, Понаровская и Вейланд развелись, а ребенка мужчина увез с собой в Америку. Однако Ирина не стала сидеть сложа руки. Ребенка она все-таки вернула обратно. Сама певица заявляет, что она – женщина-львица, которая способна на многое ради своего сына. Что касается удочеренной, а затем брошенной девочки, ее зовут Анастасия Кормышева. Ирина Понаровская до сих пор не очень любит разговаривать о ней, а когда женщине пытаются приписать родство с Анастасией, она открещивается от ребенка, говоря о том, что для нее это совершенно посторонний человек. А как ты относишься к поступку Ирины Понаровской? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Ирина Понаровская до сих пор не очень любит разговаривать о ней.